Кристина Юха год назад пришла на работу в детский сад номер 50 города Бреста воспитателем с багажом теоретических знаний, с любовью к детям и массой новых идей, легкую в общении. Коммуникабельную и инициативную девушку приняли умудренные опытом коллеги. С уважением отнеслись и родители, отметив, что к молодому педагогу тянутся малыши. Год пролетел незаметно, и вот Кристина рассказывает о своих педагогических успехах на молодежном педагогическом фесте. Они непредсказуемы. Просто какая-то сухая теория, с ними не работает. Там нужно найти именно опыт, найти к ним какой-то подход. А это, скажем так, не так просто, и в университете этого не дают. А наставничество вам помогают, педагоги, воспитатели вашего учреждения? Ну, честно сказать, мне прям очень нравится. Тот детский сад, в котором я работала, в подготовке к этому конкурсу я, наверное, обошла всех своих педагогов. Говорит, посмотрите, перечитайте, скажите. Никто ни разу не отказал в помощи. И наоборот, а вот здесь, вот здесь поправь, а вот здесь, скажи, здесь работать очень приятно. Меня, как молодого специалиста, наоборот, стараются продвинуть, поддержать. Сказать, даже если вдруг что-то получится не так, ты все равно супер, ты классная. Поддержку и опору молодым учителям, воспитателям дают, конечно, опытные педагоги. Наставничество, когда-то утратившее свою силу, в последние годы набирает обороты, и это неудивительно. Ведь в школу приходит молодежь со своими взглядами на процесс обучения, и очень важно, чтобы именно первые годы работы не стали просто отработкой. Поэтому в этот момент нужно поддержать, направить, помочь. И вот здесь огромную роль играл и играет наставник. Наставничество – это была одна из форм этой работы с молодыми педагогами. Мы решили, что эту работу мы должны поставить в систему, сделать системной. С этой целью мы разработали положение о наставничестве. Мы постарались, чтобы в каждой школе это превратилось действительно в систему работы. Ну а следующим этапом нашей работы уже стал форум молодых педагогов. Пятый молодежный педагогический фест – это не лекция на тему, как правильно учить. Это не обязаловка, на которую он направляет директор. Это многоплановое, интересное мероприятие, организованное с душой. Здесь можно многое взять на карандаш, многому поучиться, а еще, что стимулирует на участие, поделиться своим опытом, заявить о себе, о своих успехах. И на ЖАК, председатель Брестской городской организации отраслевого профсоюза работников образования и науки, инициатор и идейный вдохновитель педагогического феста, отмечает, что участие в нем – это стартовая площадка для реализации амбициозных планов и для карьерного роста. Благодаря форуму, благодаря таким мероприятиям, которые проходятся в Бресте, это как наш форум педагогических идей и решений, открытый микрофон, который проходит для первого года работы педагогов, молодой педагог начала трудовой деятельности, мы находим своих будущих профсоюзных лидеров. И очень важно, что на эти мероприятия мы приглашаем представителей Совета ветеранов труда учреждений образования, и в последующем при планировании работы мы ведем диалог поколений, то есть наши ветераны делятся опытом работы с молодыми педагогами. Первые мои шаги в профессию были в средней школе номер 22 города Бреста. Я являюсь участником первого молодежного педагогического форума и победителем его, после чего у меня пошел небольшой старт, я стала заместителем председателя молодежного совета учреждений образования города Бреста, но уже с прошлого учебного года я являюсь председателем профсоюзной организации новой средней школы номер 11 города Бреста. Посыл данного молодежного форума – это дать молодым педагогам заявить о себе, проявить себя, поделиться своими идеями, наработками в педагогической среде, ну и, конечно же, показать и заявить о своих лидерских каких-то качествах. 190 молодых педагогов в этом году пришли в учебные заведения Бреста. Пришли по призванию. Они многое знают и умеют, и главное – не отбить у них желание учить и воспитывать детей. Нет персонифицированной модели учителя будущего. Но вот такие современные фесты, форумы для молодых специалистов на этапе входа в профессию помогают создать целостную команду школьных педагогов. Результат должен быть один во всех наших форумах. Это сделать так, чтобы у молодых учителей оставалось стремление быть в профессии, работать в учебном заведении, не покидать его никогда, единожды выбрав оставаться верным на всю жизнь. В принципе, это характерная черта для тех, кто сегодня является членом жюри нашего форума. Единожды когда-то выбрав эту педагогическую профессию, мы остались с ней навсегда. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Александр Макаревич, Новости БУК-ТВ.